12 апреля погода в Ульяновске расщедрилась на осадке. Только-только дорожные службы начали переоснащать педтехнику под весенний и летний сезон, как пришлось возвращать все обратно. Сугробы, гололед, сосульки внесли свои коррективы. Мы вышли на работу с 4 утра. На данный час уже отработали центральную часть города и наши основные парки, скверы и аллеи. Это по линии Центра благоустройства и отделения города Ульяновска. На 14 часов большую часть снега уже убрали с дорог и тротуаров. Одновременно на улице города с 5 утра работают 845 дворников. Ситуация, как уверяют дорожники, под контролем с самого начала. Зима научила обращать внимание на прогнозы погоды. В этот раз снегопад не застал расплав. 68 единиц техники вышло. Производились работы по сгребанию и подметанию дорожного полотна, тротуаров, пешеходных переходов, очистка. Также обработка противогололедными материалами твердого реагента использовано 38 тонн. Жидкого же 27 кубов. Кстати, правда помогла. Льда на самом деле нет. Передвигаться можно спокойно. Единственное опасение вызывает снежный наст на крышах и сосульки. Вот тут ходить все-таки нужно осторожно. Опасность сверху, а не снизу. Солью и песком, кстати, не пользовались совсем, чтобы лишний раз не загрязнять улицы. Всего по области задействовали 236 единиц спецтехники. Движение на территории Ульянской области осуществляется в обычном штатном режиме. Автовокзал работает в штатном режиме. Движение осуществляется во всех направлениях. Основной задачей, которая сейчас для нас стоит на сегодняшний день, убрать весь снег, который выпадал на протяжении практически суток. Снегопад прошелся не только по дорогам. Так, в 19.26 оказались повреждены сети из-за налипшего мокрого снега. Частично оключилось электросбережение на улицах Александровской, Владимирской, Врача-Щербакова и на Московском шоссе. В 22.50 специалисты подключили электричество в жилых домах по резервной схеме. В 5.28 дали свет на коммерческих предприятиях. В общем, город от последствий снегопада отгребался довольно быстро. Павел Патриков, Бусяр Салтанов, репортер 73.